Sonata – безусловный бестселлер марки Hyundai на российском рынке. Именно поэтому сборку седана перевели на полный цикл со сваркой и окраской кузовов. Заниматься выпуском модели продолжит калининградский завод Автотор. С этого момента Sonata получит подогрев форсунок омывателя и ручку крышки багажника. Начиная с комплектации Comfort, станут доступны подогрев лобового стекла и электрический стояночный тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель. Пакет активной безопасности пополнят новые системы. Это функция контроля встречного движения при повороте налево, а также ассистент обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду. Последний напомнит об оставленных детях и забытых вещах. Еще одна новость – пересмотренная гамма-комплектации. Скажем, для мотора мощностью 180 сил теперь будут доступны более простые и дешевые версии. Одновременно Hyundai запускает новую специальную серию Way. Ее отличительной особенностью станут мультимедийный комплекс Яндекс Авто, светодиодные фары, контурная подсветка салона, отделка салона кожей, электрорегулировка сидения водителя и беспроводная зарядка смартфона. Цены спецсерии пока неизвестны. Еще одна новость об отечественной сборке. Китайский Хавейл Мотор заключил специальный инвестиционный контракт. Это значит, что компания обязуется повышать локализацию на заводе под Тулой, взамен получая налоговые готы и определенные гарантии. Через два года Хавейлу предстоит построить моторный завод, и в перспективе 90% машин тульской сборки будут оснащать российскими движками. Также марка готова наладить местное производство коробок передач, электронных блоков и систем управления. К слову, на сборочной площадке под Тулой только что был замечен кроссовер H6 третьего поколения, которая справила премьеру буквально пару месяцев назад. Это значит, что вскоре новинка имеет шансы встать на российский конвейер. Напомним, что H6 – самый популярный паркетник на рынке в Поднебесной. В свежем поколении модель догнала основных конкурентов по габаритам, а в салоне обзавелась 12-дюймовым экраном медиасистемы, виртуальной приборкой и проекционным дисплеем. Двигатель – новейший двухлитровый турбомотор отдачи свыше 200 сил, но базовой версии достался менее мощный агрегат объемом 1,5 литра. С обоими двигателями состыкован семиступенчатый преселектив. Привод передний или полный. Продолжение следует...